Все хотят на Байкал. Наше озеро стало самым желанным местом для путешествий в 2020 году. Больше 44%, то есть почти половина опрошенных сайта twill.ru сообщили, что хотят увидеть самое большое пресное озеро планеты. Какие еще новости принес этот день, расскажут корреспонденты телеканала Оригус и Яла Рисаренцеева. Амур Мендес, здравствуйте. Это Восточный экспресс и вот его некоторые остановки. Заморозили ребенка в Улан-Удэ. Шестимесячный малыш попал в реанимацию с переохлаждением. Подробности у Виктории Гармановой. Насколько легко школьникам купить нюсы? В рейд с общественниками отправилась Евгения Жировова. Бывало и такое, что герои от страха умирали, но зазорным это не считалось. Официальный старт юбилейным мероприятием победы дан в Бурятии. Подробнее материал Артемия Шакова. И начнем с того, что в Улан-Удэ чуть не заморозили младенца. Шестимесячный ребенок попал в реанимацию с диагнозом переохлаждение. Как такое могло произойти, выясняла Виктория Гарманова. В этой большой палате главный пациент – шестимесячная Таня. Малышку привезла сюда накануне скорая помощь. У ребенка было сильное переохлаждение, и она с трудом могла шевелиться. Поступил ребенок с общим переохлаждением. Имели признаки отморожения обеих стоп и обеих кистей рук. Оказалось, ребенок чуть не замерз в собственном доме. В этой двухэтажке семья живет пару месяцев. Переехали с Иркутска. Грянули морозы, дрова кончились, свет отключили за долги. Пришлось просто теплее одеваться. На этот момент на нем были ползунки, кофточка со штанами, комбинезон. То есть три слоя одежды, шапочка, пинетки с носками. Тонкое покрывало, сверху вот это покрывало. Несмотря на утепление, малышка просто плакала. Мать не сразу поняла, что случилось. Вредничать начала, отказалась. Бутылочку есть. Думаю, дай-ка я еще раз посмотрю, что-то не так. Штанишки снимаю, ноги уже, конкретный отек идет. И краснота не проходит. Телефона нет. Скорую мать вызвать не смогла. Понесла малышку до ближайшей больницы. Оттуда их увезли в ДРКБ. Сегодня с работы вернулся муж и протапливает печь. В квартире примерно 10 градусов. У меня уходит за одну топку полтора-два мешка дров. Дрова привезли родственники. Сами купить не могут. Женщина в декрете, у мужчины лишь временные подработки. Они так-то недавно, в сентябре, живут. Но я не видела ни разу их пьяных. Никого не видела пьяных. Положительная семья, да? Да. Семью недавно поставили на учет в Иркутске из-за того, что старший ребенок не пошел в первый класс. Мать поясняет, нет денег, чтобы собрать ребенка в школу. Теперь семью взяли на контроль и в Улан-Удэ. Молодая мать привлечена к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Старший ребенок помещен в реабилитационный центр. По факту переохлаждения младшего ребенка проводится проверка. Состояние шестимесячной Тани уже стабильное. Есть положительная динамика, но о выписке пока не говорят. Матери девочки грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. Виктория Гарманова, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Борьба с никпэками вышла на федеральный уровень. Сегодня Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь продажу аналогов с НЮСа вне торговых точек и в интернете. На своей странице в соцсетях он пояснил, там их легко могут приобрести несовершеннолетние. Так ли это сегодня проверили общественники и вместе с ними Евгения Жировова. Проверить решили несколько точек. Здесь киоски закрыты, а там продавцы заметили камеры. Но в одном из торговых центров никпэки все же продают. Проверяла я, на это ты раньше приходил, когда я тебя проверял. Теперь уже будем отмахиваться. Мне показали этот, я говорю, да. То есть ни паспорт не спросили, ни сколько мне лет. Мои сверстники пользуются много, но среди моих друзей и знакомых мало кто, потому что я стараюсь в хорошей компании. Приобрести можно и в других местах. Продавцы отрицают, но очевидцы говорят другое. С какого возраста продаете? 18+, паспорт если не предъявляют, мы не отпускаем. Все равно покупают они, хоть кто, прохожие им покупают. Все дети курят сейчас, вообще ужасно. Но уже с 12 лет реально. В одной такой подушечке снюса содержится столько же никотина, сколько в трех пачках сигарет. Пахнет, как жвачка мятная. Так, а внутри вот такой вот белый порошок. После употребления такой вот смеси уже через 5 минут у детей может это вызвать отравление и обморок. А у меня теперь горят руки от этого порошочка. Снюсы это сосательные смеси. Они под запретом, так же как на свай. Но производители нашли лазейку в законе. Смеси сделали жевательными и назвали их никпэками. Привлечь торговцев к ответственности за их реализацию сложно. Ведь закон они не нарушают. Да и не особо боятся, судя по продавцам на свая. Вы что сейчас продали только что? Что, я? Да, да, да. Ничего не продал. Вот вам деньги передали, вот вы это передали. Парню знаете сколько лет? Нет. 16 лет ему. Так вы думаете, можно ему пользоваться этим? Камеры уберите. Это рынок. Это идет самая настоящая война за возможность этот рынок завоевать и как можно больше выжать денег. А тем более, поскольку эти изделия недорогие, дают возможность любому попробовать или купить хотя бы один раз. Не обязательно ждать тогда, когда закон примут, когда будет запрет. У вас же тоже дети есть. Можно просто отказаться от торговли. Отказаться от продажи некоторые продавцы готовы уже сегодня. Но не скрывают, убытки будут большие. На просторах интернета немало мнений о том, что запрет никпэков – табачное лобби. Возможно, кому-то их продажа невыгодна. Я считаю, что надо просто ограничить дозу никотина в этих никотиновых пакетах. Потому что детям пакеты с маленькой дозой никотина, она им не интересна. Но если там маленькая доза никотина, там нет. А если нет тяги, то нет смысла вообще покупать для людей, которые не бросают курить за счет этих никпэков. Сейчас борьба с никпэками в разгаре. Причем во всей стране будут внеплановые проверки. Роспотребнадзор открыл горячую линию. В Брятии глава дал поручение подготовить указ о запрете продажи аналогов снюсов в регионе. Но еще до его принятия этого продавца и его хозяйку, скорее всего, оштрафуют. Правда, не как за продажу табачного изделия, а как за торговлю некачественными продуктами питания. Когда закон примут, появятся конкретные санкции. Жаль только, что свято место пусто не бывает. И неизвестно, не придет ли взамен новая отрава. Евгения Жировова, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Новый фигурант в деле о сиротских домах в Сотниково. Задержан бывший заместитель начальника отдела инфраструктуры Иволгинского района. Сначала чиновник проходил как свидетель, но постоянно давал разные показания. Это вызвало подозрения. Дальнейшая проверка выявила, он сам может быть причастен к выдаче эффективных разрешений на строительство. Мужчину задержали. Сутки он провел в изоляторе временного содержания. Получается, если дома построены без законно выданных разрешений на строительство, то они являются самовольно возведенными. Если они являются самовольно возведенными, то они незаконно поставлены в собственность республики Бурятия. И, соответственно, незаконно в дальнейшем выданы детям-сиротам. И получается, что сейчас дети-сироты в Сотниково живут в самовольно возведенных домах. По решению советского суда, экс-чиновника не стали заключать под стражу или домашний арест. Он единственный кормилец в семье с малолетним ребенком. Из-за этого меры смягчили, но наложили ряд ограничений. На время следствия мужчина не должен приближаться ближе, чем на 50 метров к зданию Иволгинской администрации, а также к правительству республики, министерствам и ведомствам. Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном за исключением вызова экстренных служб. Напомним, в деле о сиротских бараках в Сотниково некачественными оказались более 200 домов. За них из бюджета республики выплатили около 200 миллионов рублей. В начале декабря после года содержания в СИЗО отпустили замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко. Другому фигуранту дела, застройщику Сергею Домшоеву, также изменили меру пресечения с домашнего ареста на некоторое ограничение передвижения и возможность пользоваться средствами связи. К другим темам. Кульбиты на дорогах. Замки и пути подводили автомобилистов за эти сутки, а кого-то просто спасло чудо. О самых неожиданных ДТП. Далее коротко. Цистерна бензовоза сегодня перегородила дорогу автомобилистам на левом берегу. Авария произошла около 9 утра. Как пояснил водитель, в пути обмерзла сцепка, на повороте прицеп занесло на дорожное ограждение. В происшествии никто не пострадал. Цистерна была пуста. Чудо спасло водителя из Тана на Читинском переезде. Шлагбаум перед ним внезапно начал опускаться. Конструкция пробила автомобиль насквозь. Затормозить перед ней из-за гололеда мужчина не успел, но настолько вжался в сидение, что остался невредимым. В одном и том же месте с разницей в два с половиной часа сошли с рельсов два трамвая. Накануне утром движение пришлось перекрывать на линии между остановками «Элеватор» и кинотеатр «Октябрь». Причиной обоих происшествий стало аварийное состояние трамвайных путей. «Восточный экспресс» только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Сквозь кромешную тьму и пустырь. Такой путь ежедневно проделывают маленькие улан-уденцы со своими родителями. Сквозь темноту пробирался и дежурный по городу. «Оскар» для заводчан. Улан-уденский авиазавод выбирает лучших сотрудников. Подробности материаля Никиты Карабенкова. Можно ли рассказать историю нашего города от древности до настоящего времени всего в 32 вопросах? Ответы на это в новом путеводителе по Улан-Удэ искал Сергей Смоленинов. Россиянам не стоит надеяться на повышение зарплаты. Треть предприятий страны не планирует увеличить доход своих работников в новом году. Некоторые и вовсе намерены его сократить. Подробнее об этом и в других прогнозах экономики на 2020-е в рубрике «Чужие деньги». Помните, как часто в уходящем году чиновники кричали «сделают все возможное, чтобы банки перестали навязывать страховки к кредитам». Не обманули. Страховые компании перестанут наживаться на нас уже 1 сентября следующего года. Зато банки в одностороннем порядке смогут поднимать проценты по кредиту для тех, кто отказался от страховки. В общем, то на то и выйдет. Только раньше мы платили за страховку, а теперь за то, что ее нет. Мне на этом фоне кажется, что все обращения к правительству больше похожи на разговор слепого с глухим. Чиновники вроде стараются не для себя, а все равно ради денег. К примеру, с апреля этого года размышляют, как бы малоимущих граждан освободить от уплаты НДФЛ. Обещают поразмышлять об этом. И в следующем году Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу. А для того, чтобы она появилась, одни чиновники должны поговорить с другими и послушать мнение экспертов. Тем более, что малоимущими предлагают считать только тех, кто живет на минимальную зарплату. А если верить тем, кто называет себя экспертами, в 2020 году малоимущих станет гораздо меньше. Якобы две трети предприятий заявили, что поднимут зарплаты своих сотрудников на 5, 10, а некоторые даже на 20% разом. Адреса щедро обещающих не называют. Наверное, чтобы те, кто прибавки не ощутит, сидели и думали, что их директор никому ничего не должен. Только не думайте, что в следующем году от низкой зарплаты вас спасут микрозаймы. И тем более, не вздумайте брать их через интернет, потому что за такими попытками совсем скоро будет следить российская поисковая система. Специально для этого кредитное бюро отдаст поисковику ваш номер телефона и адрес электронной почты. А потом данные соберут, обработают и добавят к вашей кредитной истории для полноценной оценки рисков при кредитовании. Лучше постарайтесь сами забыть о кредитах и банках в новом году. Нужные деньги попросите помощи у друзей или родственников только данными. Вы сдержитесь от переводов на карту. Все, что вы отправляли, уже посчитано. По данным Центробанка, через систему быстрых платежей россияне перевели более 40 миллиардов рублей. И все бесплатно. Цифра показалась чиновникам настолько внушительной, что быстрые платежи решили срочно обложить комиссии. С ценой услуги пока не определились, но уже сейчас, очевидно, чиновники сделают все, чтобы пополнить казну. Потому что казна – это капитально. Продолжаем. Направо пойдешь страшно, налево пойдешь темно. Воспитанникам детсада в 104-м микрорайоне впору писать свою сказку. Все пути к дошкольному учреждению опасны. Убедился в этом и дежурный по городу. Сегодня дежурный по городу словно попал в сказку. Мне, как и родителям и воспитанникам детского сада «Намина», предстоит выбрать из трех дорог от остановки до детского сада. Каждая из дорог по-своему опасна. Например, этот путь пролегает через промзону. И, со слов родителей, они часто здесь видят сторожевых псов. Остановка называется «Магазин Крона». И самая близкая дорога – к садику. К люди все идут, куда деваться-то. До сих пор все так и ходим по этому опасному пути. Там собаки, там привязана собака, там привязана собака. Летом-то видно собак, а зимой-то темно. Эта дорога тянется через пустырь. Идти по ней по утрам и вечерам тоже непросто. Здесь также нет уличного освещения. Темно, неудобно. Вообще ничего не было дорожного. Потому что тут песок, все это перемешано. Идешь, весь грязный. Казалось бы, вот он свет в конце туннеля. Нормальная дорога к саду. Но предназначена она только для автомобилистов. Здесь нет тротуара. Так что идти по ней с детьми тоже крайне опасно. Ну, в общем, с какой стороны не подойдешь и не идешь к садику, везде опасно. Где-то нет тротуаров, где-то нет дорог совсем. Если есть дороги, то это страшно в потемках. Одним словом, не городские микрорайоны, а потемкинские деревни. А ведь на строительство двух корпусов ушло более 400 миллионов рублей. Сделали все по последним требованиям. Создали условия для инклюзивного образования. Сад стал предметом чиновничьей гордости. Вот только что происходит за забором, очевидно, уже никого не волнует. Написали письмо в комитет городского хозяйства. Этот вопрос решается. Дорогу делать это не одним днем. Нам обещали, что будет дорога. Мы постараемся, чтобы эта сказка не стала былью. Ну, а если и вы сбились с пути, звоните дежурному по городу. Прольем свет на вашу проблему вместе. Светлана Семеренко, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». И снова мимо республики. Еще 65 миллионов рублей вернулись в федеральный бюджет. Деньги не освоили в дорожном строительстве. Это данные счетной палаты. Ведомство провело свои проверки в отношении каждого построенного объекта. Всего в 2018 году на ремонт дорог выделили около 400 миллионов рублей на 18 участков. По сравнению с годом текущим суммы небольшие. Но и с этими объемами работ заказчики и подрядчики не справились. Нарушения самые разные. От недофинансирования до затянутых сроков исполнения. На объеке капитальный ремонт моста через Викуриль в Северо-Байкальском районе проектом нормативный срок был определен 7 месяцев. А срок по контракту выполнения работы установлен 2 года 5 месяцев. При этом мост находится в аварийном состоянии. Некоторые дороги даже не отслужили гарантийный срок. Например, в Селингинске бордюрные камни на тротуарах раскрошились за год. В итоге проверки счетной палаты не прошли 7 муниципальных образований. Все материалы ведомства представят прокуратуру и полицию. Чтобы не пришлось платить штрафы, ИПшникам необходимо срочно совершить обязательные платежи. Внести страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию. И сделать это нужно до конца года. До 31 декабря индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие обязаны оплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Сумма фиксированная 36 238 рублей. Уплата страховых взносов на социально значимый характер. Она необходима прежде всего самому налогоплательщику, поскольку именно из этих взносов формируется накопительная часть его пенсии, а также они дают ему право на получение бесплатного медицинского обслуживания. Надо подчеркнуть, что уплата страховых взносов, она осуществляется независимо от того, получает индивидуальный предприниматель доходы от сведения своей деятельности или нет. Если ИП открыто, но не работает и не получает выгоду, уплатить взнос все равно придется, иначе пение и штрафные санкции. В том случае, когда индивидуальный предприниматель уже не осуществляет свою деятельность, чтобы не копить задолженность по страховым взносам, он вправе самостоятельно подать заявление о прекращении своей деятельности в регистрирующий орган. Необходимо еще что отметить. Если он этого не сделает, и уплата страхового взносов не будет произведена или не будет произведена в полном объеме, то тогда налоговый орган самостоятельно исчислит ту сумму, которая необходима для уплаты. Минимальный штраф за неуплату – тысячи рублей. В Бурятии насчитывается около 19,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Оплатить взнос можно на сайте ведомства. Отступать некуда, позади Москва. Под этим девизом в годы Великой Отечественной войны советские солдаты отстояли столицу. Свидетелей тех событий почти не осталось, но доказательств их подвигов хватит на много поколений вперед. С выставки «Вперед к победе» Артемий Ушаков. Битва за Москву – отдельная страница в истории воинов из Бурятии. Сначала в обороне, а затем в контрнаступлении принимали участие тысячи наших земляков. Личные вещи многих из них до сих пор находят в местах сражений. Почти всегда первыми гибли пулеметчики. На них враг сосредотачивал основной огонь в первые же минуты боя. Но бойцы меняли погибших товарищей до тех пор, пока пулемет мог стрелять. С виду обычные гильзы из пулеметной ленты. Но как много они могут нам рассказать. Для того, чтобы патрон разорвало, именно таким образом необходимо, чтобы сам ствол пулемета был раскален до красна. В этом пекле среди бойцов находились и те, кто не думал о смерти. Но солдатский медальон предписывалось носить с собой. Либо он зашивался на воротник, либо он хранился в кармане. Самые сувеверные, которые не могли его использовать, делали из него курительную трубку. Пока основная часть армии теснила врага под Москвой, по Советскому Союзу расходились патриотические плакаты с военной присягой. Автор одного из самых узнаваемых изображений – Ираклий Таидзе. Плакат он писал с лица своей жены. Ее же, но уже вместе с сыном, Таидзе изобразил на полотне выступление Сталина на Красной площади. Это одна из реликвий фонда Национального музея Бурятии. Вот эта работа Ираклия Таидзе, она недавно вернулась у нас из Москвы. У них там посещали очень большие люди эту выставку. И мы решили здесь у тебя дома, в стенах музея, показать эту работу. В Москве только для того, чтобы посмотреть на нее, пришли более 45 тысяч человек. Для жителей республики она доступна в музее имени Сампилова. На выставке «Вперед к победе». Здесь дан торжественный старт юбилейным мероприятиям, посвященные 75-й годовщине победы. Артемий Ушаков, Валерий Чедопов, телекомпания «Оригус». Гордость предприятия. Семь сотрудников Улан-Уденского авиазавода получили награды. Чей труд оценили по достоинству, расскажет наш корреспондент. Почти церемония «Оскар», только конкуренция здесь плотнее. Из 5,5 тысяч сотрудников выбрать 6 лучших и одного того, кто по праву может называть себя «Гордость завода». Выбирать есть из кого. Например, Леонид Калашников, испытатель со стажем. Каждый готовый вертолет проходит через его руки. И бывает так, что в небе случаются экстремальные ситуации. Самое экстремальное – отказ хвостовой винта на вертолете. Страх, как правило, приходит позже. Лучшая машина, в кабине которой вам доводилось находиться во время испытаний? Ну, эту машину можно назвать, в общем, именем вертолета «Миль». Есть и те, кто своими руками делают эти вертолеты в горячих цехах. Лев Мальченко уже и не помнит, сколько сделал деталей. Зачастую даже не знает, на какую машину они идут. Зато за качество отвечает именем. Я работаю очень давно, лет 35, добился самого высокого, 6-го разряда, имею личные клеймы. Твердость придаем металлу, покрытие, цементация, азотирование. В общем, чтобы металл был не сырой, а твердый. Премия «Гордость завода» существует уже три года. Лучших определяют в шести номинациях. Среди рабочих, инженеров, технологов, производственных мастеров, конструкторов и специалистов. Отдельная номинация для начальников, руководитель года. И такие награды призваны быть стимулом для повышения качества работы. Из 5,5 тысячи, 6, значимо, да, ну, понятно, во всех, в прессе, в заводской, в газете, везде это все освещается. Но это налагает еще и ответственность, понимаете, что тебя выиграло, потому что, ну, что, как грех отдает, какая-то еще зависть есть. Ты вот лучше тогда, будь добра и работать так, где твои предложения и все прочее. «Гордостью завода 2019 года стала, конечно же, женщина, Колсанова Ирина Дугаровна». Ирина Дугаровна – ветеран производства на заводе с 1987 года. Все это время ее главная обязанность – наносить на детали защитное покрытие от коррозии и повреждений. Конечно, когда назвали меня, что это «Гордость завода», я уже волновалась, я даже не ожидала, не думала, что такое будет, что достигла до этого. В этом году профессиональный опыт работников завода оценили и за пределами Бурятии. Команда специалистов выезжала в Казань на соревнования WorldSkills, где попала в пятерку лидеров. Никита Горобенков, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Путеводитель Паула-Нуды представили в Музее истории города. Издание призвано помочь жителям и гостям открыть столицу Бурятии с другой стороны. Чем оно отличается от обычной маршрутной карты, у автора спросил Сергей Смоленинов. Глядя на пустые прилавки наших киосков, туристических, книжных, в которых мы не можем найти литературу по истории Улан-Удэ, которая бы в такой популярной форме представляла текущую жизнь города, его какие-то исторические сюжеты. В общем, эта ситуация меня, собственно, и сподвигла подготовить это издание. Анатолий Бреславский – кандидат исторических наук, автор серии научных работ по текущему развитию города и учебника по истории Улан-Удэ. Имея такой багаж знаний, ученые давно в нашего плана сделать издание о нашем городе на доступном языке для всех желающих. Условно говоря, новый путеводитель можно разделить на две части. Первая – это достопримечательности нашего города. Театры, музеи, памятники. Есть даже объект, посвященный граффити и арт-точкам. А вот вторая половина сугубо историческая. И начинается она не как мы привыкли с основания Удинского острога, а с самых древних времен. Я почему называю это сюжетом? Потому что это такая, может быть, не классическая история, которую мы привыкли видеть в толстых академических книгах об Улан-Удэ. Это короткие исторические зарисовки. Прочитав эти 32 сюжета, вы сможете точно сказать о том, что вы знакомы с историей города. Работа над изданием длилась с мая. Ученый выиграл грант Минспорта на 150 тысяч рублей. Деньги ушли на работу фотографа, дизайнера и верстальщика. Свой труд историк выполнил безвозмездно. Новый путеводитель стал симбиозом карты интересных мест и исторического учебника. Любой путеводитель и любой материал о городе Улан-Удэ, он важен, он нужен. Это дух города, положенный на бумагу. Город меняется, конечно, в городе появляются новые объекты, новые какие-то маршруты. Можно по каждому району Бурятии делать отдельный путеводитель. Для меня важно, что это именно научно-популярный путеводитель, а не публицистический или какой-то художественный текст. И его текст опирается именно на академическую научную литературу. То есть здесь не собраны какие-то мифы, художественные представления о городе, мои выдумки. Первый тираж путеводителя – 200 экземпляров. Минспорта распределит их в музеи и библиотеки. Ученые планируют изучить первую реакцию на книгу и, возможно, внести правки. А уже будущей весной доставить свой труд на полки магазинов города. 150 страниц глянцевого издания обойдутся в пределах 400 рублей. Сергей Смоленинов, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Смотрите наши новости на сайте оригус.тв и в соцсетях. Впереди рубрика «Сфера интересов». А я на этом прощаюсь. До свидания. Надежный партнер – так называется премия, которую учредила компания «Энергосбыт Бурятии». Памятные стеллы и дипломы для тех, кто соблюдает платежную дисциплину. Мы очень рады, что второй год она у нас проходит. И в дальнейшем мы эту традицию будем поддерживать. Из 11 тысяч компаний выбрали 15 лучших. Это организации из разных сфер деятельности. Предприятия ЖКХ, ТСЖ, управляющие компанией, бюджетные организации и крупные производители. Соревновая платность за потребленные ресурсы, конечно, это необходимо, поскольку нам нужно двигаться вперед, нам нужно рассчитываться с другими потребителями, нам нужно получать какие-то новые ресурсы. То есть это нормальный процесс в нашей современной экономике. Быть в числе победителей для нас, конечно же, это очень престижно. Это дисциплинирует наших плательщиков, это повышает рейтинг учреждения. Своевременная оплата электроэнергии – залог стабильной работы и потребителей, и снабжающей организации. Премия «Надежный партнер» – возможность сказать спасибо тем, кто это понимает.